В селе Эрби Козылского района волчица напала на людей. Днем 8 декабря государственный инспектор ГУСКОМ Охотнадзора региона получил телефонное сообщение от председателя сельской администрации о том, что от нападения волка пострадал местный житель. На момент поступления звонка группа охотинспекторов из 10 человек занималась облавной охотой на волков в районе села Шамбалы. Что хотелось бы по рекомендациям сказать, если его Дикий Зверь зашел в населенный пункт, самое первое действие это гражданин, на территории которого, неважно, на данный селе, он будет ли Чабанская стоянка, зашел Дикий Зверь, он должен обратиться по телефону горячей линии в ГУСКОМ Охотнадзор сразу же позвонить. У нас инспектора за каждым районом закреплены и в оперативном порядке группа у нас сформирована, которая срочно порядка, если поступает сигнал, сразу же в течение пяти минут уже выезжают туда на место, обратиться в ГУСКОМ Охотнадзор, сразу в Сумонную администрацию надо сразу позвонить и участковому. В настоящий момент в ГУСКОМ Охотнадзор не прекращается работа по регулированию численности волков, это одно из наших направлений работы. У нас, я могу сейчас сказать, по настоящий день, с начала года уже зафиксировано уничтожение 300 особей волков по всей республике. По приезду на место охотоведы выяснили, что волк забрался в угольник частного дома, где проживает 29-летний пострадавший. По словам мужчины, около 6 часов утра он вышел во двор за углем, как вдруг из угольника на него вылетел волк и повалил на землю. Однако парень не растерялся и сумел дать отпор разъяренному хищнику. Серый хищник на этом не остановился и уже 9 декабря около 2 часов ночи стало известно, что волк орудует в деревне, а охотоведы незамедлительно выехали в поселок и обнаружили уже мертвого зверя. Хищника второй пострадавший мужчина забил подборной лопатой, однако рука его была повреждена. Туша волка, орудия его добычи, коими стали подборная лопата и топор были изолированы охотоведами на случай выявления бешенства у волка. По данному факту, значит, на сегодняшний день проводится эпизодологическое обследование, подборный обход и вакцинация домашних животных. На сегодняшний день провакцинировано 114 собак и 18 кошек в данном сумме. Но труп волка доставлен в лабораторию предварительно, мы получили результат отрицательный предварительно, но дальше наша работа продолжается. В течение месяца мы будем, значит, заразили белых мышей, биопроба называется, должны обождать и окончательно вынести заключение. Отметим, что в настоящее время патрулирование близлежащей территории села Эрбек на предмет выявления волков продолжается. Также работа по уничтожению волков ведется на всей территории региона в усиленном режиме. Охотоведы призывают подключиться к данной работе глав суммонных и районных администраций непосредственно животноводов региона. Продолжение следует...